У нас с вами был заявлен учение деграматического уточнета. Давайте мы научимся сначала четную пробежать. Значит, вот у нас есть один периодический. Чтобы нам не писать всего 2π, будем считать, что 2π-периодическая функция. Значит, вот у нас есть какая-то функция. Она 2π-периодическая, но при этом еще и четная. Ну и дальше пойдет то же самое. Пусть пока 2π-периодическая функция четная. Значит, вот 2π-периодическая функция, она четная. Давайте научимся четной приближать. Значит, как мы это будем делать? Значит, вот смотрите. Поскольку она четная и 2π-периодическая. Ее достаточно знать на отрезке от минус и до пи, а на самом деле на отрезке от нуля до пи. Значит, вот возьмем отрезок от нуля до пи. И посмотрим, ну вот это я не знаю. Знаете, что такое А8? Ну это такая функция, которая отвечает на вопрос, да? Какой угол надо было подставить, чтобы получить значение косинус за одно. Значит, вот так логарифм отвечал на вопрос, какую степень надо взять, чтобы получить за одно значение. Там 2 в каждом степени. Так же арт косинус отвечает на вопрос, какой истер на подставке косинус, чтобы получить за одно значение. И вот у нас есть функция f. Функция на отрезке от нуля до пи. Вот давайте посмотрим функцию f от арт косинус t. Где эта функция будет определена? Она будет определена на отрезке от нуля до пи. И это будет хорошая функция непрерывной функции, как комбинация непрерывной функции. Значит, такие функции мы умеем приближать к многочленам. Вот приблизим ее к многочленам. А как теперь не вернуться к функции r? Надо взять и вместо t подставить твой суставец. Правильно? Как и завкосился, вернуться к обычной перерывной. Как, как в результате, завкосился, то есть дело, чтобы просто не обучить. Надо подставить косинус. У нас получится, что мы приблизили f от x, приблизили p от 8x. Значит, вот мы научились приближать черную функцию, но вы понимаете, чем? Значит, мы научились приближать черную функцию не совсем к первому значению, как тот на объекте. Ведь вот p от x, это будет вообще так вот, x в степени n плюс 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 n. Правильно? Ну можно еще и синус и от x. Как вам это сделать? Можем ему вот такое выражение записать через косинус x или синус x. Ну как вы думаете, интересно? Вот косинус в квадрате. Можем записать через косинус чего-то такого, без степени или синус? Есть формула понижение, косинус двойного угла. Вот есть такая формула, которая выражает косинус двойного х. Так что 2 косинус в квадрате х минус 1. Вот отсюда можно косинус в квадрате, если через косинус двойного х. Так? Так что можно и синус там в квадрате. Некоторые даже напрягшись об, что косинус и синус. Так? Но может тут как не очень греется, что любую степень может быть? Вот в школе же это сообщают только для двух и для тех. Может просто для большего нельзя. Но тут можно поступить так, как во многих задачах, что называется, по индукции. Вот допустить, что вы или кто-то уже научился выражать пункт, выражать косинус или какой-то степень. Когда можно записать, что косинус в n, то что такое? Косинус х умножить на косинус в n, попросить того, кто умеет это выражать через косинус в n, выразить. А дальше что будет, когда вы на косинус х умножите? Будет произведение косинус на синус, косинус на косинус, да? А такие мы уже умеем расписывать через косинус и сумму, и косинус в n в разности. Понятно? То есть после вот такого преобразования вы получите из многочленов от степеней косинуса, получите какое-то выражение от синуса x, косинуса n в x и так далее. То есть получите полноценный лимфический многочлен. Но это пока относится только к каким преодическим функциям? Только четким. Любая функция сумма четный и нечетный. Конечно. Ну давайте я напишу. Скажите, что это за функция? Четная она или нечетная? Четная. Четная. А вот такая функция? Какая? Нечетная. Четная или нечетная? Нечетная. Почему она нечетная? Что значит четная или нечетная? Значит, берешь вместо аргумента в минус ставишь, и получается что-то что-то. В четном случае ничего не меняется, а в нечетном случае должно выскочить что? Минус. Ну давайте, если t на минус ставим меняем, то что получится? Вот это слогаемое перейдет сюда, а это сюда. Ну и получится то же самое, как на минус ставим. Значит, это нечетное. Вот видите, это нечетное, а это четное. Ну и тогда что будет, если я сумму возьму? Видно, что f от минус ставим сократится. И что останется? f от t. Значит, любую функцию можно представить как сумму четных и нечетных. Учетные мы научились приближать на энергетическом негативе. А как же нам научиться приближать нечетные? Но важно попробовать из нечетных, вот взяли нечетных. Из нее можно попробовать сделать это четным. Понимаете как? Давайте ее на sin t. И она превратится на удивление во что? Что? Правда? Это мы уже приблизить можем. То есть это приблизить можем. То есть если эту учились приближать, то на самом деле этот результат можно будет умножить еще раз на sin. Но поскольку мы знаем, что если sin умножить на sin, то на sin опять распадется во что-то, похожее на геометрическое многочленение. Значит, научились приближать sin в квадрате t. Вот так вот. Так? А теперь давайте сдвинем на первую половину. Тогда мы получим, что мы умеем приближать sin в квадрате t. А теперь сложим. А теперь сложим. И мы научились приближать геометр. То есть так, где нам стоит. Мы сначала взяли нечетную. Умножили на sin t. Получилось четное. Приблизили. Теперь мы умеем приближать любую функцию умноженную на sin t. Мы умеем приближать четно. И на sin t умеем умножать. И мы умеем приближать нечетную умноженную на sin t. Значит, мы умеем приближать любую функцию умноженную на sin t. Но тогда мы умеем приближать любую функцию умноженную на sin t в квадрате. Но тогда мы можем изначально взять функцию на биг-баланс и такую умноженную массивность t в квадрате тоже уменьшать. Когда мы этот сдвиг на биг-баланс вернем обратно, перед нами будет, знаете, космус в квадрате t умножить t. И теперь получается, что я для любой функции верну, периодически, как положено, умею приблизить такое и такое. И, значит, сумму умею приближать это. То есть это, конечно, некий шаг такой, дыгающий мгновение. Как-то не совсем хватает. Конечно, можно представить, если четко или нечетко. Если нечетко еще придется. Ну вот, на этом рассказ про тябов Вильстрасса и критерии закончены. Всё.